Третий день в столице, митинги. И сегодня в СБУ сообщили, задержали военнослужащего контрактника из Одессы с целым арсеналом оружия. Собирался он как раз на акции в Киев. Кто он, как думал применить оружие и каким образом планировал переворот? Все подробности у Андрея Анастасова. Матрос-пулеметчик из Одессы, контрактник военно-морских сил, участник АТО. Военной контрразведке СБУ говорят, долго следили за ним, документировали каждый шаг. В итоге выяснили. Военнослужащий настойчиво искал и затем купил 12 автоматов Калашникова и одну снайперскую винтовку Драгунова. Все это до 20 февраля планировал переправить в Киев, а затем применить во время мирных акций в центре столицы. Правда, как именно, силовики не уточняют. Матроса с поличным задержали в Одессе. В период с 21 по 22 лютого 2017 года нам планировалось сделать выезд в место Киев, где под час святкувания третьей речницы революции гидности сделать бронепереворот. О личности переворотчика известно немного. В СБУ приводят набор довольно противоречивых характеристик. Эта людина, она соответствует ультраправу идеологию, панславизм, создание какой-то такой великой славянской нации. При этом высказывала идеи поддержки невызнанных псевдодержавных, квазидержавных творений. При этом, говорят в СБУ, оружие военнослужащий планировал купить гораздо больше. В частности, интересовался крупнокалиберными пулеметами типа «печенек» и бесшумными снайперскими винтовками ВСС. В качестве доказательств журналистам сегодня продемонстрировали записи телефонных разговоров, во время которых задержанный якобы договаривается с поставщиками оружия и делится планами. Вот один из фрагментов. Правда, кто эти поставщики? Были ли у одесского матроса подельники в Киеве? И в какой организации или партии он состоит? На все эти вопросы в СБУ отвечают либо тайна следствия, либо расследование продолжается. И уголовное производство пока открыто по статье «Незаконное обращение с оружием». Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.